И всех приветствую! С вами канал Мошенники Звонят по Телефону. И сегодня у нас ночная премьера. Ночная премьера от нашего подписчика, который чуть-чуть помотал машины. Я надеюсь, премьера вам очень понравится. И перед началом ролика я попрошу вас поставить лайк на этом видео, написать комментарий под ним, а также поделиться с друзьями и близкими, скинуть им это видео, чтобы они не попадались на ловки мошенников. Также можете сами подписаться на наш канал, а также попросить своих друзей. Также ссылочки на наши соцсети Телеграм, Телеграм ВКонтакте, Ватсап, все есть в описании. Подписывайтесь на вот это вот все. И погнали смотреть ролик. Алло. Служу вас? Здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин, специалисты делопродаж Михаил. Вы оставляли заявку на арктический термос. Да. Арктический термос – это горячие напитки в любых условиях. Он сохраняет напиток горячим даже в морозы в течение 7 дней. Мы также предоставляем гарантийный талон на 3 года и сертификат качества. Его стоимость составляет 1990, с учетом доставки 2540 к оплате. Также у нас есть для вас еще более выгодное предложение, на котором вы хорошо сэкономите. Это комплект. В комплект входит арктический термос, зарядочное устройство от производителя Powerbank, которое позволяет зарядить любой гаджет, термос, телефон, фонарик на природе без проводов. И также вы получаете от производителя Антарктики походный рюкзак. Он очень вместительный, легкий и прочный. И в качестве персонального бонуса немецкий нож. Этот комплект доступен вам за 4040 рублей. Разница всего 1500. Оформим заказ на комплект. А вот вопрос за гарантию. У вас на сайте написана гарантия 20 лет. 3 года. В училище 3 года. 3 года. Ну да, ну 20 лет. Это большой срок, 20 лет. Ну, я просто с сайта это прочитал. Угу, я понял. Да. Не, ну он не поломается. 20 лет прослужит он, но он не поломается. Ну, то есть это за гарантию. В любом случае. 20 лет. То есть это не срок службы. Написано, что за гарантию. За гарантию. Или все-таки она 3 года. А где вы увидели, что 20 лет? Ну, вот сайт. Сайт ваш. Что я не вижу, где здесь 20 лет написано. Вот. Трехнические характеристики. Там отзем, ручка, аккумулятор и гарантия. Так, гарантия. 20 лет. Да, действительно написано гарантия 20 лет. Ну, и все-таки. Ну, гарантия 3 года у нас дается. Но ты на 3 года, не на 20 лет. Ясно. А у вас это у кого? У вашей фирмы, да? Ну, да. Гранд Капитал, интернет-магазин. Как еще раз называется интернет-магазин? Гранд Капитал. Ой, сейчас я запишу, чтобы так... А еще раз. Даранг? Гранд Капитал, да. Даранг или как? Гранд Капитал. Да. А, Гранд. Тет, тет. Или как? Гранд Капитал. Ага. Гранд Капитал, да. А как называется фирма, кто отсылает заказ? Это производство Сапора Японии, как вы видели. Склады у нас стоят в Подмосковье, с них идет доставка, осуществляется доставка. А, это рядом с ним, да. А фирма, где зарегистрировано юр-адрес? Ну, в России, в Москве. А, в Москве. Просто вот на сайте написано, что это Санкт-Петербург. Ну, Гранд Капитал, в Москве зарегистрировано. А, как это называется, юр-лицо, кто отсылает заказ? Фамилию и отчество вам продиктовать? Не, юр-лицо, это же фирма, или как, или это физическая? ООО Гранд Капитал. А, вот так, ООО Гранд Капитал. Понял, понял. Так, ну, давайте тогда о характеристиках. Я вот вижу здесь аккумулятор, а вот его вот емкость. Расскажите. 7000 мАч. На сутки его хватает. Потом надо заряжать заново его, да. А, так. Интерфейс на... На интерфейсе можно выставить нужную вам температуру. Он подогреет его до нужной температуры. А. Потом заряжать надо заново. А, то есть вот тут вот... В описании есть это 7 дней, он сохраняет, а все-таки сутки сохраняет, да. Затем надо заряжать. Нет, аккумулятора сутки, а держит тепло потом 7 суток, 7 дней. Ага, так даже. А вот насчет вот зарядки, вот вы сказали, что там какая-то зарядка без... А, пауэрбанк, это пауэрбанк, да, без проводов она идет. Ну да, написано. Там по принципу, сейчас не помню, электро... Электро... Электроиндукция, по-моему, за счет этого она заряжает без проводов. Телефон, фонарик, термос тот же самый можно заряжать. А, просто заряжается термос? Сама зарядка заряжается от проводов. А потом ее вы берете, и она без проводов уже заряжается. А как она заряжает термос? Ну, вы прислоняете аккумулятор к этой зарядке, или телефон прислоняете к этой зарядке, фонарик, и он начинает зажнуть. Вот эта вот электроиндукция, за счет нее он заряжает тот предмет, который вы подносите к зарядке. Без проводов. Вы вот сказали, что он заряжает этот термос, это я вот вынимаю аккумулятор, или... Ну да, снимаете его и заряжаете. А, значит, он съемный, да? Ну, конечно, да. Аккумулятор. Да, да, да. Понял, понял. А весовый такой? Самого термоса? Угу. Ну, он не очень, около килограмма. Ну, а у вас, ну, и есть у него фактический вес, ну, чтобы знать. Около этого. Просто, ну, как бы, я хожу в лес, и очень важен мне вот вес и снаряжение там. Ну, смотрите, литр будет водоизмещение литровое. Это уже литр он будет весить. И килограмм, его вес, 2 килограмма, грубо говоря, получится. Все вес, просто вот я вот, как, ну, вижу его фотки, он такой вот огромный у меня, просто, вопрос вес. Ну, значит, вы озвучиваете, что около килограмма, да, больше? Ну, да, конечно, да, нет, он, почему, он не огромный, он довольно-таки негабаритный. Ну, там всякие ручки выпирающие. Ну, ясно. А вот еще вот вы сказали, что ножик входит, да? А что ножик? На охотничий нож не раскладной, а обычный охотничий нож с черной ручкой. Какая там... Рогаятный черный. Какая там... Высоко легированная сталь. Ну, а именно, ножи разные остались. Скласс. Скласс высоко легированная сталь. Название лезвия, я не знаю, я не скажу. Ну, да, там же вот у стали есть это различные значения, характеристики, вот. Она же разная сталь, как-то. Не знаю, что это. Ну, я знаю, что она высоко легированная, защищается от коррозии. Прочная, довольно-таки. О лезвии самом есть это указание, что это за сталь? Можете сделать? Ну, я не знаю, я его не видел. Ага, не видели. Я не знаю, да. Так, еще, значит, входит что там, значит, ножик, зарядка и... В комплект входит нож, зарядка, термос и рюкзак. А что за рюкзак? Ну, рюкзак... Метр в длину и в ширину сантиметров 70. Ага, вот так даже. Довольно-таки прочный, да. Объем в литрах, в литрах я не скажу вам, я не знаю. То есть, объем отсутствует, да, вот, не знаете. Я не знаю, объем есть, но я его не знаю. Это же самое важное, я знаю. В рюкзаке это объем его, как бы, ну, не знаю. Не знаю, все, где-то есть. Ну, литров 7-8. 7-8. Это вот 100 сантиметров на 70 сантиметров и объем, и 8 литров, да. Интересный рюкзак, да. Вот, а тогда, 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 сейчас еще какие-то вопросы. А вот вы сказали, что, вот, ну, я вижу на сайте здесь японская фирма, это, вы же сайт, да, вы так это заказываете в Японии, что ли, да? Ну, мы работаем напрямую с производителем, да. Прямо с Японии, да? А цена такая, потому что, да, сейчас идет ликвидация товара. Это товар за 2020 год, поэтому цена такая низкая. А вот вы вот с этим японским заводом, да, вы, с японской фирмой, вы с ней официально, да, вы, как бы, партнеры же? Ну, конечно, конечно. Ну, видимо, партнеры. Я обычный оператор. Не, ну, вы же от фирмы звоните. Конечно, не, ну, не, ну, правильно, партнеры. Не, ну, естественно, партнеры, если мы с ними и работаем. Ну, кто его знает, знаешь? Может, он просто закупили еще? Нет, нет, все правильно вы говорите. Нет, все правильно вы говорите. Мы работаем напрямую с производителем. Ага. Ну, то есть вы... Тилер, что ли, да, получается? Официально, да? Да, предлагаем эту продукцию на территории Российской Федерации. Ага. А у вас есть этот вот сайт этого японского завода? Хоть увижу его, что это за завод. Город Сапора, Япония. Антарктика, К-46. Не, не, я говорю, сайт этого японского завода у вас есть? Ну, как бы зайти и взглянуть... Я же говорю, Япония, город Сапора. Набирайте в интернете. Япония, город Сапора, Антарктика, К-46. Он вам выдаст сайт этого японского интернет-магазина, компании. О, сейчас я тогда вот за компьютером. Так, это вот Япония Сапора забит, да? Да. Антарктика, да, 47 или 46? К-46. Ну ладно, это так, я говорю, загугли сам. Ну вот, в общем-то, как-то вот, наверное, я рисовался. Давайте тогда вот это закажем с законом, там, зарядкой. Комплект вы имеете в виду? Угу. Хорошо, для оформления зарядки мне потребуется ваша фамилия, имя, отчество. Как это? Карасов, Сергей Сергеевич. К-А-Р-А-СО-ВА, правильно? Ну, как это... Как... Карасов. Первая буква К, Константин. Да, затем Р. Потом буква Р. Затем Р После буквы Константина, Руслан Да Красов Да, Сергей Сергеевич Правильно, Красов Да, Сергей Сергеевич Сергей Сергеевич Адрес проживания, начиная с области края республики Это Москва Есть Заревый Роезд Заревый Есть Дом 10 Дом 10 Дом 10 Есть Квартира 374 Ваш индекс 127 282 Верно Значит, заявка оформлена Товар по акции не желаете за термобелье мужское или женское за 500 рублей? Добавить так заказать? А из чего оно? Флиз Флиз А какой флиз? А он же разный? Ну хлопок Хлопок А все-таки флиз или хлопок Ну флиз Но флиз Это же синтетика Раз Флиз Это не синтетика Почему? Ну, есть хлопок Есть Флиз Хлопок, да Хлопковое термобелье Не знали? А что, хорошее? Он изготавливается из полиэстера Текстильное полотно Вот, видишь Плистер А как он хоть это выглядит? Штаны и кофта Ну а за цвет, вот там вот он, с шеей или там вырез? Серый цвет, черный Серый, черный, серый цвет Ну, в принципе, как бы Ну а согревается хорошо Потому что сейчас как бы В лес идти зимой, наверное Чувствую тепляцию Надо хорошо Мочевку есть Да Хорошо согревает, да? Тепло, теплое Теплое термобелье Ну, давайте закажем 46 и не размер 46 размер Я вам 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 Какого цвета Давай серый Хорошо Итого стоимость Общего заказа 4540 рублей Как только товар придет на ваше почтовое отделение Наш сотрудник с вами свяжется СМС-сообщением с проект номера Также личным звонком вас оповестят Спасибо за заказ Ожидайте посылку Всего доброго Сейчас Погоди То есть вот Заказ от ООО Гранд капитал Да Ага Ясно, хорошо А это вот сумма Я еще Что-то Оплачиваю еще Сверху Нет Все Это Конечная сумма Откончательная сумма Да Это уже с доставкой идет сумма С доставкой почты А А Вес этого всего Сколько Приблизительно Не подкорь Ну 5-7 килограмм Где-то На скидку Сыграть Ага 5-7 Хорошо Жду туда Спасибо А Это Всего доброго До свидания Это Озвучьте адрес Ягнали Вы записали Ваш адрес? Ну да Город Москва Проезд Заревой Дом 10 Квартира 374 Да Все правильно Всего доброго До свидания Мое? Не-не-не Ну вот Что вы записали Так Чтобы Как-то Ну На всякий случай Кра-с-сов Ага Кра-с-сов Сергей Сергеевич Ну Замечательно Туда Да Отправляйте Супер До свидания Всего доброго Ага До свидания Алло Я вас слушаю Здравствуйте Сергей Меня зовут Яна Оставляли Заявку На арктический Термос Верно? Ну верно Но вы Время Видели Время Видели Да В 8 утра Работаем По Москве Перезвоню А я сейчас Общаюсь С автоматизированной Этой системой Да? Нет Ну так Представьтесь Я вам уже сказала Кто вам звонит Либо я запутался Или вы Это Что-то Нет Хотя я вам уже сразу Последила Кто вам позвонил Я не знаю Что у вас там Происходит Почему вы не понимаете Ну Если звонят От Организации То Есть определенная форма Но я Своя определенная форма Вам и представилась Нет Это вы Вообще Не похожи Что нет Ну Есть определенная форма Соответствующая Определенному закону То есть Как бы Ну Чтобы я знал Общаюсь Я с кем То есть Это имя Фамилия Отчество А вы когда звоните В контактном центре Вам фамилию Имя Отчество Предоставляю Да Где живут И все остальное Нет Еще раз Говорю Имя Отчество Фамилия Должность И Организация Вот Это форма То есть Все так звонят И все Представляются Что бы Я знал Еще раз Знаешь Мы не все Получается Ну Видимо Да Но Я хочу Знать С кем Я разговариваю Хоть И фирмой И обращаться Обращаться К вам Как А так Что Кто звонил Зачем Звонили Непонятно Я Сказ Парить Ставьтесь И Она Как-то Не ответила И слилась Зачем Тогда Звонила Как-то Очень Странно Я Надеюсь В следующем Звонке Как-то Ситуация Станет Яснее Ждем С нетерпением Конечно Очень Хочу Забрать Заказ Знать Бо От Кого Конечно Добрый день Вас беспокоится Дело Доставки Меня зовут Анна Вам посылка Приходила 6 декабря На Ваше Почтовое Отделение Париса Широкая 1 Классира 1 Подскажите Пожалуйста Когда Сможете Получить Вашу Посылку Сначала Я хочу Знать Что Что За Организация Звонит Типа Фирма Кто Отсылал Заказ Отсылал Кто Да Заказ Ну Да Вы Служба Как Там Доставки Вот Да Доставки Информационный Центр Доставки Товаров Да Подождите Что Значит Информационный Центр Вот Это Отдел У нас В котором Мы работаем Операторы Отдел Доставки Вот То есть Информационный Постелку Ну Так Это Одно И то же Мы Информируем Вас Мы Отдел Доставки Которые Информируют Вас Не Ну Все Так Отсылать Вот Это Давайте Расскажу Я понимаю Что Отказанных Это Разное Ну То То есть Как бы Ну Да Да Откуда Что Когда Прошло Все Сейчас Расскажем Да Смотрите Посылка Была Сделана В интернет В магазине Заказан Был Эрстрический Термоск 46 В количестве Одной Штуки Так Секундочку 29 Вижу Ноября Пришел Пришел 6 8 35 На Почтовое Отделение На Индекс 127 282 Посылка Весит 900 Грамм А это Все Что Я Заказал Или Я Еще Что Заказал Так Так Ну На данный Монет Я вижу Только Это Больше Ничего Не указано Указывает Конкретно Все На Сумму Заказа 4540 Рублей Вот Сколько Стоит Термос У вас Ну У меня Указана Именно Сама Вся Сумма Я Не могу Разделить То Эта Информация Не Подоставляется Не Нам Р Сотиск Но Я Не Могу С Она Не Подоставляется Ну Сейчас Я Вам Сообщу Что Официальная Сумма Стоимость Стоимость Термос Это Тысяча Девятьсот 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 Рублей И Я Там Еще Заказал Как бы Рюкзак У меня Был И Ну Комплект Да У вас С фактическим Термотом К-46 Да Ну Что Туда Еще Как Такой Этот Комплект Я Не Знаю Я Не Работаю В Магазине Где Ты Заказывали Или Там Не Зна По Газете Вы Заказывали Не Знаю Просто Я вижу Ну Да Но Топлик Афтический Термот К-46 Да Вы же Сообщили Что Вы Информационный Да Доставки Да У вас же Отсутствует Информация Что Я Заказал Ну У нас Указывается Общая Категория Названия Товара А что Именно Нет Предоставляется Ваша Карточка Ваше Имя Подтвержденный Заказ На ваш Адрес Ваше Почтовое Отделение Индекс И Краткая Информация О вашем Товаре Мы Вас Информируем Записываем Дату Когда Вы Приблизительно Сможете Прийти Сообщаем На почтовое Отделение Они Ставят Себе Заметку И Все На этом Ясно Ясно А Кто Отсылал Этот Заказ Отсылал Или Заказывал Не Ну Кто Заказал Это Я Как Отсылал Точнее Наша Компания Забрала Доставила Мы Вам Прозвонили Сообщили На данный Момент Я Занес Информационного Центра Доставки Ну А Вы Забрали В этот Заказ Где Забрали Склад Брук Находится В Твери На почтовом Индексе 171 Я А И Отсылали Вы Его В Твери Соответственно Да Это Было Очередной Забор Забор Заказ Ваш Я Если Вы Если Вы Ну Как Ваша Фирма Его Посылала То Что Вы Написали В Графе От Кого Ну Как Написано Вот Мне Сейчас Выпишу Я Не Оформляю Абвокат Краш Вам Оформляла Уже Сама Непосредственная Фирма Которую Забирала У меня Ваша Карточка Указана Только Ссылка На Сайт Ваш Забор Был Указано Что Именно Вы Заказали Я Не Буду Вам Целую Ссылку Диктовать Ну Ну Вот Фирма Забиравшая Заказ Это Вы Да Но И Фирма Отсылавшая Заказ Это Вы Отсылавшая Нет Отсылал Вам Ваш Подавец У кого Вы Заказали Мужчина У меня Кончается Время Разговора Вами Вами Рост Уточните Пожалуйста Ваша роль Вот Вы Информировать Вас О Вашей Посылке Остатусе Нахождение На Вашем Почтовом Отделении Это Моя Воль Не Это Роль Вашей Фирмы В Этой Данном Случай Моя В Данном Случай Моя Да А Вот В общем Это Роль Вашей Фирмы В Этой Схеме Доставка Товаров По всей России Если Заказут Заказут Наши Фирмы Наши Заказываем Наши Фирмы Наши Везет Я Только Информирую Мы Работаем С почтовыми Еленами С ДЭК Валберис Любые Заказы А Ясно А Вы Вот Взяли Это Взяли У меня Уже Кончается Время С вами Разговора А Разговора А Вы Взяли Этот Заказ От Кого От Определенного Вклада В Твери Которая Находится У вашего Поставщика Сергей Сергеевич У меня Время Разговора С вами В конце Подводится Мне надо Знать точную Дату Чтоб я На почтовое Поставила Да 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 Юрли Взяли У кого Вы Это Заказ Кто Давайте Мы Вам Уже Похоже Перезвоним Потому Что У меня Уже Кончается Время Сейчас Плата Я Я Уже Что Могла Даже Больше Предоставила Вам Вам Перезвонят Попозже Алло Здравствуйте Сергей Сергеевич Да Отдел Доставки Вас Беспокоит Меня Зовут Кристина Подскажите Пожалуйста Вам Прибедительно В каких Числах Удобно Будет Арктический Термоз Забрать Заказ Подсто А Забрать Что Я Там Заказ Арктический Термоз Ну А Ещё Так Секунду У меня Указано Что У вас Ещё Термобельё Ещё В комплекте Ну Да А ещё 46 размер Первого цвета Полный комплект У вас Идёт Этермобельё Ну Да А ещё Что У меня Данная Информация Указана Вот Полный Комплект В полный Комплект Входит Нож Если Я Не Ошибаюсь Зарядка Или Повербанк Это Смотря Какую Модель Вы Заказывали Угу Для Оформления Заказа Оператор Вам Также У вас Едёт Сертификат Качества И Собственно Эксплотации Там всё указано А ещё Кто Заказал Что Ещё У меня Я вам Только Стописла На данный Заказ На Арктические Термосы Там Несколько Комплектов Около Шести Комплектов А Шести Даже Смотря Какой Комплектов Указано На Сайте Даже Указано Есть Несколько Комплектов И Видов Данных Термосов И У каждого Нескит Разные Характеристики Некоторые Подзаряжаются Некоторые Детки Подзарядки Ну Вы Отвучите Вот Всё Что Я Заказал Я Вам Уже Отвучила Что Вы Уже Заказали Если У вас Есть Более Подробный Вопрос Вы Хотите Более Подробную Характеристику Прозваниваете По этому Номеру Телефона Вас Сяжет Автомат Я Хочу Ну Фактически Вот Что Входит Заказ Я Вам Объяснила У вас Термосов Сказало Размер Сказало Цвет И Термос Я Вам Объясняю Что Есть Несколько Комплектов Какой Вы Оформили С Оператором Какого Мы Доставили При Оформлении Заказа Интересующий Вас Вопрос Вы Назвали Оператору Сейчас Вот Вы Со Мною Созвонились Я Хочу Узнать Что Входит В Заказ Я Вам Сказала Что У вас Входит В Заказ 29 Числа Ноября Вы Оформили Ну Да И Входит Что В Заказ Я Вам Уже Сказала Что У вас Входит Заказ Я Просто Не Понимаю К Чему Вы Придираетесь Я Вам Ответила И Сказала Причину Почему Полную Комплектацию Я Вам Не Указываю Там Идет Несколько Комплектов И Также Я Сказала Если У вас Есть Более Подробные Вопросы У вас Интересно Все Характеристики Это Разные Ну Что Входит Ваш Заказ Я Три Раза Называла Что У вас Еще Туда Должно Входить Ну Я Вам Уже Три Раза Сказала Что У вас В Комплекте Нет Но Вы Озвучили Другой Заказ Какой Заказ Другой Да Ну Я Не Не Могла Вам Озвучить Другой Заказ Я Ж Знаю Заказал Я Что У вас Аудиозапись Оформления Вашего Заказа Тогда Прослушают Следующий Оператор С вами Свяжется И Поле Точную Информацию Вам Нападет Я А вот Сообщите Сколько Этот Заказ Весит Секунду Вес Вашей Посылки 830 Грамм Вот И Значит Входит Термо Термобелье Ну А Вы Сказали Еще Зарядка Ну Смотря Какая Модель Я Вам Сказала В Некоторые Модели Входит Зарядка В Некоторые Нет Я Вам Изначально Это Сказала Есть Термобелье Небольшой Ну Видимо Все Таки Сначала Давайте Определимся С чем Я Вас Слышала И Поняла Аудиозапись Оформления Заказа Да Прослушал И Вам Перезвание До свидания Слушаю Еще раз Здравствуйте Сергей Сергеевич Аудиозапись Оформления Вашего Заказа Прослушал Да Была Видимо Возникла Ошибка Вы Заказали Термобелье Термобелье Не заказывали У вас Термобелье Комплект Термобелье Ну А И Все И Все Да Да Термобелье У вас Идет Термобелье А Это А Вы Аудиозапись Это Видимо Ошиблись С аудиозаписью В этом Как Вы Могли Ошибиться Ну Заказывали Термобелье Заказывали А заказывали Термобелье Ну Да Интересно Получается Ну Да Хорошо Тогда Еще раз Повторно С момент Расходим Главное Тогда Перезвание Заказывать Ну Да 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 Сергей Сергеевич Да Слушаю Здравствуйте Вас отдел доставки беспокоит Посылка у вас на почте 6 декабря Ожидает Когда вы можете забрать А еще раз Кто звонит Информационный центр отдела доставки А я вот такой фирмы не заказывал ничего Это не фирма где вы заказывали Мы работаем с почтовыми отделениями А интернет магазин в котором вы заказывали У нас нет информации с какого Вообще абсурд какой-то Абсурд Ну тогда ожидайте штраф за ложный заказ в двойном размере Сумма проставить 9800 рублей Всего доброго Я надеюсь премьера вам всем понравилась Вам доставила удовольствие Как мошенников потихонечку приспускают вниз И перед тем как вы уйдете Я еще раз попрошу вас Подписаться на канал Написать комментарий Поставить лайк под этим видео А также можете подписаться на меня Я ведущий канала Влад Ферр МП4 У меня есть истории страшные на ночь 5 историй уже есть на канале Ближайшая история выйдет послезавтра Она уже сделана Запланирована Там чуть-чуть монтажа осталось И все История будет вышедшая Вот Всех жду у себя И не забывайте про канал Мошенники звонят по телефону Как я вам сказал Еще раз Подпишитесь Напишите комментарий Лайк Вот это вот все Друзьям поделитесь этим роликом Потому что нам надо Чтоб люди не попадали с наловки мошенников Чем больше людей будет об этом знать Тем лучше И тем хуже для мошенников Ставьте лайк Подписывайтесь Ну и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok